Какие качества лицемеров перечислены? Например, в Куране что сказано? Когда встают на намаз, встают с ленью. Ленивые. Что еще? Сделают это что? На показ людям. Поминают Аллаха редко. А, вот теперь каждый про себя думает это. Когда встаю на намаз, как встаю? Поминали часто Аллаха, а делали на показ. Вещи страшные. Потому что эта смерть, она въезжает в твою жизнь неожиданно совершенно. Когда совершенно не ждет человека. Она именно неожиданно наступает, въезжает и влетает. И уносит. Там уже ничего не исправишь просто. Уже ничего исправить невозможно. И не думай, что тебе там еще сколько-то лет, ты еще молодой, а еще все впереди. Нет, ничего не впереди. Ничего не впереди. Потому что ни один человек тебе в мире не может дать гарантию, что ты прожрешь еще один день или даже один час. Еще какие качества? Ну, забзабиинабейназалика ла илла гааула, ва ла илла гааула. Колеблются между этим. Ни к ним, ни к тем, ни к этим. Аллах Субханнатали говорит. Да? И про калейсарату сам говорит. Пример лицемера, это как пример овцы. Аль-аа-ира, то есть такой, который находится в растерянности. Овцы, которые находятся в растерянности. И между двумя стадами. То к одному стаду примкнет, то к другому стаду примкнет. Качество лицемера. Ну, забзабиинабейназали. Колеблются между этим. Ни к тем, ни к этим, говорит Аллах Субханнатали. Хадисы, что сказано? Масульмунафиг. Масульмунафиг. Камасали. Щасили айра. Лицемер подобен овце, которая в растерянности. Что она делает? Бейнер-ганамея между двумя стадами. Таиру и ла гаазимарла, ва ла гаазимарла. То к этому стаду примкнет, то к этому стаду примкнет. Действительно так. Это качество лицемера. Не обязательно, что он между кафирами. И мусульманами. Между Аль-Сунна и Аль-Бидда. И видишь, сегодня он с Аль-Сунна, с Сарафия, с ними вроде. Потом, видишь, он уже примкнул к каким-то Аль-Батарь, к каким-то людям последовательным заблуждением. Все время вот такой колеблющийся, все время неопределенный. То он в таком-то хизбе, то он в таком-то джамате. То он уже куда-то снарядился, уже куда-то. То он вдруг становится Аль-Батарь, шиитом. И все время вот так вот скачет. Это все признаки кого лицемеров. Мой забзаби, овца, который не может определиться. Много-много качеств лицемеров упоминаются в Куране и в Сунне. Человек, он должен их вот так вот охватить, должен знать их, должен размышлять над ними. И если находит в себе, и если диагностирует их в себе, то что делать? Избавляться от них пока не поздно. Умар, а это Умар. Умар, при том, что он Умар, кого спрашивал? Хузейфу спрашивал. Ас-саммани ляка, Расулу Аллаху Сау-саляму. Назвал ли меня тебе, посланникам Аллаху Сау-саляму, среди лицемеров? Потому что Пророк Сау-салям сообщил Хузейфу имена лицемеров. Меня назвал в их числе, боялся, боялся. Не из скромности, дело не только в скромности здесь. Это страх, страх того, что в тебе есть лицемерие. Верующий он такой, верующий он боится того, что он лицемер. Как мы сказали, что всякий проступный грех видится ему, как гора, которая нависла над ним, готова на него упасть. Отличие от лицемера. Лицемер не боится лицемерия. Верующие таковы, как мы сказали, например, из подвижников. Лицемер не боится лицемерия. Лицемер не боится лицемерия.